МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала Салям продолжает новости Ак-Ярского телевидения. С вами я, Маргарита Тихомирова. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня в Башкортостане, как и по всей стране, наступил первый день трехдневных выборов президента. Хайболинцы активно идут голосовать. Кто такой современный подросток? Как строить с ним отношения? Ответы на эти вопросы получили жители Хайболинского района на встречах со специалистами из города Уфы и города Баймак. Совместная работа, путь к достижению общей цели. На базе школы села Бурябай состоялся муниципальный координационный совет воспитания обучающихся Хайболинского района. Юные волейболисты хайболинских школ сродились в районном турнире. Вместе мы, сила, голосуем за Россию. Официальный слоган выборов президента России. В Башкортостане начался первый день трехдневного голосования на выборах президента страны. Крайне важные и ответственные события. Они проходят в России уже восьмой раз. О том, как проходит голосование в Хайболинском районе, в сюжете далее. 60 избирательных участков Хайболинского района начали работу в 8 часов утра. Уже первые часы работы позволяют утверждать, явка на выборах будет очень высокой. Главы администрации Хайболинского района Рустам Шарипов вместе с супругой пришли проголосовать утром в числе первых. Сейчас каждый из нас вносит свой вклад в развитие нашей страны. Мы, когда голосуем, всегда, наверное, думаем, что нас в будущем ждет. И, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы с нашей страной мы с чувством гордости на будущее уверенно шли, чтобы страна развивалась, чтобы над нами был мирный небо головой, и чтобы с нашей страной всегда считались, и чтобы каждый человек, живущий в России, каждый человек, который себя считает россиянином, гордился своей страной. За это я свой голос и сегодня отдал. Каждый избиратель о их Хайболинском районе, более 21 тысячи, сможет проголосовать в удобное для него время. Из них 200 голосуют впервые. Гражданам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях. Каждый из нас выбирает будущий вектор развития нашего государства. Реализацию избирательных прав в дни голосования обеспечивают 339 членов участковых избирательных комиссий и 8 членов территориальной избирательной комиссии. Все члены избирательной комиссии с большим опытом работы. Избирательные участки района оснащены всем необходимым. На трех из них работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Предусмотрены все меры безопасности. Дежурят сотрудники полиции. На семи участках установлено видеонаблюдение. Как говорится, беспрезидент страна – это не страна. Во-первых. Во-вторых, чтобы была стабильность, чтобы действительно эти войны закончили, чтобы наши дети жили в мире согласия, чтобы был мир на земле. Ну что, беспрезидент – это не страна. Поэтому пришли выбирать. Как говорится, почему сегодня именно рано, потому что муж собирается уехать на три дня, поэтому думаю, что успеет быстренько. И вот пришли. Проголосовавшие жители района получают возможность выиграть ценные призы. Чтобы принять участие, необходимо прийти на выборы всей семьёй и после голосования на избирательном участке у выхода получить КУАР-билет. Для принятия участия в розыгрыше полученный билет необходимо просканировать и зарегистрировать его на сайте rahmat102.rf и ввести номер билета. Хайбульнцы активно идут голосовать. Напоминаем, что избирательные участки будут открыты все три дня голосования – 15, 16, 17 марта с 8 до 20 часов. Маргарита Тихомирова, Ильнур Крымгужин, служба новостей, село Акьяр. В Хайбульнском районе прошли встречи родителей и детей с экспертами в области психологии и педагогики. Специалисты из города Уфы и Баймака помогли семьям разобраться в сложных ситуациях и дать рекомендации по решению различных проблем. Обучающие мероприятия прошли в нескольких сёлах района. Консультации получили и жители села Целинное. Далее подробнее. В современном динамичном мире у родителей и детей часто возникают проблемы, которые трудно решить самостоятельно. Например, стресс, депрессия, трудности в общении, конфликты в семье или школе. Как родителю определить проблему, как понять и поддержать ребёнка? Помощниками в этих вопросах стали специалисты центров города Уфа и города Баймак. Наш Центр психолого-педагогической помощи родителям работает в рамках национального проекта образования. Это федеральный проект. В рамках этого проекта нашими преподавателями психологического факультета проводятся вебинары в онлайн и в оффлайн формате. Мы работаем не первый год в вашем районе. Каждый раз по заявке отдела образования мы приезжаем работать в школу, где нет психологов или же где очень большая школа и психолог не успевает поработать или же где есть более сложные проблемы. Особой в этот раз у нас была заявка, чтобы проработать с ребятами, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что очень много детей, как бы их хорошо не готовили учителя, как бы их не поддерживали родители, испытывают внутренний страх, стресс и была немножечко профориентация, так как ребятки не знают, куда пойти учиться, хотя вроде бы и выбрали профессию. Для ребят специалисты центров провели психологические коррекционные занятия, которые помогли им улучшить навыки общения, научиться бороться со стрессом и не поддаваться буллингу. Консультативную помощь получили и родители. Специалисты в лёгкой доступной форме смогли объяснить причину поведения детей, роль родителей в профилактике деструктивного поведения. Родителям особенно интересными и познавательными были тренинги и упражнения, направленные на снятие стресса, развитие внимания и памяти. Много познавательного узнала, с таким удовольствием прям слушала, что мне прям понравилось. Я даже рядом ребёнок со мной сидела, я даже вот этого не замечала, я прям внимательно слушала психолога, ну в общем всех. Встреча, длившаяся около двух часов, прошла быстро и незаметно, но она помогла родителям лучше понять и принять своих детей. Также нужно отметить, что за консультациями родители могут обратиться по телефону горячей линии Центра психолого-педагогической и консультационной помощи родителям БГПУ имени Мефтахиддина Акмулы, 8-800-23-44-765. Как объединить усилия различных служб в воспитании молодого поколения? Эти и другие вопросы стали основными темами Муниципального координационного совета по воспитанию школьников Хайболинского района. Площадкой для мероприятия стала школа села Бурибай. Подробнее в материале моих коллег. Дети – будущее государства. От того, как мы их воспитываем и чему учим, зависит будущее мира. Главная ответственность и нагрузка, конечно, ложится на учителя. Но вклад в это дело вносят и другие службы. Например, такие детские общественные организации, как Движение Первых, Навигаторы Детства и Орлята России. Основной темой Координационного совета по воспитанию стала разработка механизма взаимодействия со всеми службами воспитания. Учительское сообщество работает, не покладая рук. При этом сегодня современные реальные ставят перед нами еще больше задач по воспитанию подрастающих поколений. И учитель в этом деле очень сильно разрывается. Государство это понимает, создает различные структуры. Но мы сегодня сталкиваемся с теми проблемами, что не можем эти структуры правильно координировать. Каждый лямку тянет сам по себе. Каждому ставятся определенные задачи. За последние годы у школьников сильно вырос интерес к общественной деятельности и участию в разных движениях. Всероссийские организации помогают детям делиться своими идеями и талантами и позитивно влиять на общество. В ходе мероприятия работали несколько площадок, на которых участники смогли ознакомиться с особенностями работы Навигатору Детства, Движения Первых и Орлят России. На данный момент Движение Первых очень тесно работает с навигаторами детства. То есть у нас совпадают абсолютно все и акции, и мероприятия, которые приходят нам от регионального отделения. И то есть мы стараемся сделать так, чтобы детям не было очень сложно. Мы просто берем, объединяем наши мероприятия и проводим общее. Благодаря таким мероприятиям происходит обмен опытом. Происходит очень хороший момент, когда мы можем применить новые какие-то технологии, перенять их у педагогов и попробовать применить их в своей школе. И посмотреть, как же они будут отражаться на наших учениках. Пленарная часть мероприятия завершилась подведением итогов и обсуждением дальнейших планов. Все участники пришли к общему выводу, что для достижения наилучших результатов в процессе воспитания необходимо объединить усилия. Это позволит усилить качество работы каждой службы. В Хайболинском районе любят спорт и особенно волейбол. Площадкой проведения соревнований по волейболу среди учеников Хайболинского района стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк» в селе Бурибай. На открытии соревнований спортсмены с гордостью слушали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Организаторы соревнований отметили важность повышения спортивного мастерства юных волейболистов. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья подрастающего поколения – основная цель этих соревнований. Организатором данных соревнований выступила спортивная школа «Села Кярп». Спонсировал нас Бурибайский ГОГ, за что мы очень благодарны. Всегда нас поддерживают. Мы рады, что по приглашению многие откликнулись и приехали поучаствовать в наших соревнованиях. На наших соревнованиях собрались команды со школ «Села Бурибай», «Села Акер», «Суфимки» и «Статарузяка». На соревнованиях сегодня участвуют участники 2008 года рождения и старших. Несмотря на юный возраст, ребята показали отличную и конкурентноспособную игру. Всего 80 спортсменов. По пять команд – юноша и девушек. Борьба вышла упорной и жаркой. Лучшим нападающим среди юношей признан Ильнас Менгазов, а среди девушек – лучший игрок Виктория Матвеева. Каждая команда решительно настроена обыграть своих соперников. Приехали с Акьяра, команда школы номер два. У нас тренер Сабитисупович. Мы приехали с хорошим настроем на победу. Надеемся выиграть. Команда у нас дружная, хорошая. Тренируемся волейболом три года уже. Мы с Уфимской школы, тренер Гусинаглеев. Как думаешь, что нужно, чтобы победить? Боевой настрой и чтобы команда была дружная и ладили, чтобы все. Волейболе – много профильный мактаб. У нас есть мактаб. Мы с Уфимской школы, руководитель Альфея Фаилевна. Мы уже тренируемся. Мы с Уфимской школы, мы с Уфимской школы. В итоге проведенных встреч среди девушек первое место завоевали волейболистки школы номер два села Акьяр. Среди юношей золота отвоевала команда школы села Буребай. В кинозале «Беркут» 14 марта состоялись две премьеры. Это семейный фильм «Белый-белый снег» и драматического фильма «Позывной пассажир». Представляем вашему вниманию анонс фильма «Белый-белый снег». Маленькую деревенскую башкирскую девочку, тяжело заболевшую гриппом, отец отвозит в райцентр, в больницу. Не знающая ни слова по-русски, она попадает в палату к русской девочке, ее ровеснице. Между ними завязывается трогательная дружба. Фильм «Позывной пассажир». Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. Ждем всех в кинозале «Беркут». Районный дом культуры объявляет о проведении районного конкурса башкирских красавиц «Халукай-2024». К участию допускаются девушки в возрасте от 15 до 25 лет. В конкурсе могут принять участие и финалистки прошлых лет, кроме обладателя гран-при. Заявки на участие принимаются до 22 марта 2024 года по адресу село Акьяр, улица Салавата-Юлаева, 43, районный дом культуры. Телефон для справок 2-11-69 или на электронный адрес akjar-rdk-sobakamail.ru с пометкой «Халукай-2024». На этом наш выпуск подошел к концу. Выпуски новостей и сюжеты смотрите в наших социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok